приветствую друзья разберем очередную порцию теоретических вопросов гармонии тема урока скачки торцовыми тонами в бригадном учебнике название этой темы дано в упрощенном варианте скачки терций что на мой взгляд не сразу отражает суть темы так как терцией мы называем не только сам торцовый тон аккорда 2 звук аккорда в основном виде также терцией мы можем называть интервал образованный например двумя разными голосами и при первом прочтении простого названия темы скачки терций может сложиться ложное впечатление что технически необходимо будет совершать скачки двумя голосами которые в какой-то момент времени образуют интервал терции на самом деле речь пойдет несколько другом но конечно же о скачках до этого момента все соединения как вы помните мы реализовывали исключительно при плавном введении трех верхних голосов а скачки можно было совершать исключительно перемещая одну и ту же гармонию и сегодня мы приступаем к изучению первого типа скачка который можно реализовать при соединении двух разных аккордов и такой скачок можно на самом деле трех верхних голосах обнаружить при соединении аккордов кварта квинтового соотношения а из имеющихся средств гармонизации трезвучий t-s-d в кварта квинтовом соотношении состоят трезвучия тоники субдоминанты и тоники доминанты и вот там как раз в сопрано или в тенере мы можем сделать скачок терцовыми тонами то есть когда терция одного аккорда перейдет в терцию другого аккорда и при этом выполняя правильно технически такое соединение а конкретно меняя расположение аккордов соединить их можно без нарушений голосоведения помните что до этого мы соединяли не просто плавно просто потому что так хочется в частности для того чтобы избегать различных нарушений голосоведения это было техническое требование соединять аккорды исключительно плавное соединение при определенных условиях всегда получалось качественно теперь же мы посмотрим каким образом можно на самом деле совершить скачок при соединении разных аккордов при этом все равно нарушение голосоведения не будет ну давайте закрепим первый вопрос скачки верхних голосах могут возникать не только при перемещении аккорда но также при соединении разных гармоний трезвучия кварта квинтового соотношения то есть это трезвучия которые стоят друг от друга примами и терциями и квинтами или если это септакорд и септимами стоят друг от друга на расстоянии кварты или квинты в зависимости от рассматриваемого направления и вот такие трезвучия кварта квинтового соотношения когда мы нормативное удвоение используем в каждом из них могут соединиться без нарушений голосоведения когда терция одного аккорда перейдет в однородный тон другого аккорда сопрано или тены однородные тонны понятное дело прямо и прямо другого аккорда это однородные тонны терция и терция квинта и квинта септима и септима это все однородные тонны и так скачки торцовыми тоннами сопрано и сразу поговорим и от теноре здесь стоит запомнить очень четкую рекомендацию по технике выполнения такого соединения где бы мы не делали скачок торцовыми тоннами будь то в сопрано или тенри расположение аккордов нужно обязательно менять и если мы видим восходящий ход терциями разных аккордов кварта квинтового соотношения в мелодии то понятное дело что по аналогии со сменой расположения при перемещении низкий тон нужно гармонизовать тесным аккордом а высокий тон широким аккордом то есть восходящий скачок в сопрано торцовыми тоннами нужно обязательно гармонизовать первый тесным первый звук тесным аккордом второй звук широким понятное дело нисходящий наоборот терция в данном случае по ду мажору тоники гармонизуется широким аккордом потом она переходит нисходящим ходом на квинту терцию субдоминанты и здесь мы уже возьмем обязательно тесную субдоминанту а в тенере все происходит с точностью до наоборот нисходящий ход должен быть таким образом реализован что первый аккорд будет дан в тесном расположении а вот второй аккорд широком так как скачок нисходящий расширяет фактуру нисходящий скачок естественно низкого голоса это высокий голос сопрано самый высокий и его восходящий скачок будет расширять фактуру а нисходящий сужать фактуру а вот здесь тена это низкий голос естественно он будет по крайней мере в трех верхних голосов фактуру расширять он идет вниз еще и скачком естественно расширяет фактуру понятное дело что вот здесь аккорд в тесном расположении дан здесь обязательно в широком здесь вот это все и записано можете самостоятельно потом посмотреть все эти примеры в принципе они аналогичные просто для наполнения здесь побольше примеров вот теперь самые пожалуй важные вопросы кстати не помню сказал или нет почему вальту не делается если уж хотите рассмотреть такой пример в бригадном есть нам в примечании пример почему вальтовом голосе не совершается скачок торцовыми тонами потому что это будет давать неправильное расположение как минимум одного аккорда а нас интересует естественно расположение при нормативном удвоении либо тесная либо широкое голосоведение если вы внимательно рассмотрите изучите все предыдущие примеры со скачками торцовыми тонами сопрано и в тенере вы обнаружите что все эти соединения были гармоническими то есть общий тон обязательно при выполнении той самой техники по смене расположения общий тон будет так или иначе оставаться на месте другой тон последний до из трех потому что в одном из трех верхних голосов мы скачок терции делаем либо в сопрано либо в тенере понятное дело остается два других голоса в секции трех верхних один голос будет оставаться на месте и выдерживать общий тон еще один голос будет исключить исключительно на секунду вниз двигаться или вверх вниз или вверх исключительно плавно на секунду вверх или вниз еще раз здесь общий тон останется на месте при таком гармоническом соединении еще один голос из трех верхних движется плавно исключительно на секунду вверх или вниз и так как у нас соединение что интересно получается гармоническим вот смотрите например если бы здесь в тенере не было вот этого скачка торцовыми тонами то мы вынуждены были бы соединить вот такую тонику с доминантой мелодически а так как у нас соединения но вот смотрите как мы соединяли эту тонику с доминантой и не меняли там расположение естественно dominante было бы в тесным вот так вот это мы прекрасно знаем такие соединения И что у нас тут получается? Мелодическое соединение, а значит бас движется исключительно в противоположном направлении трем верхним голосам. Ну конечно можно себе представить вот такое соединение, но это не эталон нашего голосоведения, как вы помните. Так вот, так как у нас соединение получается гармоническим, бас мы можем естественно при таком голосоведении ввести в любом направлении. Общий тон уже уравновешивает фактуру, более того, смотрите, здесь этот голос идет в противоположном направлении тенору, сопрано в противоположном направлении тенору, поэтому бас можно двигать как нам удобно, вверх-вниз, в зависимости от ситуации. Давайте дальше рассматривать, почему же все-таки мы не совершаем при соединении трезвучий и нормативном удвоении в них, почему мы не совершаем другие какие-то скачки, а только лишь скачки торцовыми тонами. Если не прибегать к этому простому правилу, к этой простой рекомендации смене расположения при скачке торцовыми тонами, то соединение аккордов кварта-квинтового соотношения будет с грубыми нарушениями, параллельными, равно противоположными, попозже объясню, что это такое, параллельными чистыми квинтами и октавами. Давайте посмотрим, что же там получается. Вот смотрите, тут торцовый тон по ля-минору, торцовый тон тоники переходит в торцовый тон субдоминанты, и мы сохраняем широкое расположение первоначального аккорда и во втором. И почему так нельзя делать? Смотрим, что здесь происходит. Октава переходит в октаву, то есть уже получили параллельные октавы. Если мы посмотрим на тенор и альт, получается ля-ми чистая квинта, ре-ля чистая квинта, то есть параллельные чистые квинты. Это все, я думаю, многие из вас уже слышали о том, что такие интервалы запрещены в нашей учебной практике. Есть, допустим, параллельные чистые квинты, которые разрешены в определенных ситуациях, но сейчас мы исключаем абсолютно все вот такие возможности. Вот такой вот качок, параллельные квинты. А, более того, здесь еще и бас с альтом дает те же самые параллельные квинты, только на большем расстоянии, чем тенор. То есть вот уже здесь есть грубые нарушения. Я специально здесь записал все голоса в одном направлении для того, чтобы позже показать противоположное движение, которое нас не избавляет. И вот здесь противоположные чистые квинты, октавы, также чистый унисон в октаву переходящий. Это все равноценно параллельному движению, в прямом движении, когда идут октавы, квинты и так далее. Ну вот здесь доминанта с тоникой, вроде бы скачок торцовыми тонами, все хорошо, но вот здесь неприятные нарушения голосоведения. Параллельные чистые октавы, здесь чистые квинты, также от баса до альта получаются параллельные чистые квинты. То есть огромное количество нарушений одновременно. Не характерно, опять же, для нашего стиля. Не будьте догматичными, не воспринимайте это таким образом. А вот там в гармонии запрещено. Это запрещено конкретно в нашем стиле, который мы изучаем. Поэтому если вы потом, играя, например, произведение, обнаружите там какие-то параллелизмы или еще что-то, не воспринимайте это догматично. Опять же, есть параллелизмы, которые уже разрешены. Даже чистые квинты разрешены. Последовательность чистый уменьшенный квинт всегда разрешена на любом расстоянии, в любых голосах. Последовательность уменьшенной, а потом чистые квинты тоже во многих случаях разрешается. При этом чистые кварты, понятное дело, не запрещены. Так как это уже интервалы чистые, которые не создают такого пустотного звучания, как, например, в большинстве случаев квинты и тем более октавы. Давайте посмотрим следующий пример. Вот здесь вот субдоминанты астоника соединяются уже в тесном расположении. И в отличие от широких аккордов, здесь уже нет вроде бы квинт в паре верхних каких-то голосов. В данном случае сопрано и альт образуют параллельные кварты, что не запрещено. Но при этом, если мы от баса посмотрим, вот у нас, ну давайте крайние голоса. Ре, ре, октава, ля, ля, в октаву. Ре, ля, квинта, ля, ми, параллельные чистые квинты. Более того, если широкое расположение не дает ложного перекрещивания, то тесное уже дает. Вот, например, здесь альт оказался ниже, чем тенор в предыдущем аккорде. То есть ми забирается на территорию тенора, как бы из предыдущего аккорда. В принципе, такое ложное перекрещивание допустимо в ряде случаев. Но мы на первых особенно парах стараемся его избегать. Для того, чтобы научиться качественному голосоведению видеть все это. И если уже делать такие перекрещивания затем, то осознанно это делать. То есть здесь тоже масса нарушений голосоведения, которые нас не устраивают. Что же такое противоположные чистые интервалы, квинты, октавы и в частности унисоны, которые тоже запрещены. Смотрим, здесь у нас широкая тоника. И для того, чтобы сымитировать правильное голосоведение, мы ведем бас в противоположном направлении трем верхним голосам. Но это никак нас не избавляет от нарушений голосоведения. Потому что здесь, во-первых, уже встречаются прямые параллелизмы запрещенные. Чистые квинты еще и скачками точно запрещено в нашей практике. Но вот у нас ля-ля, октава, а здесь ре-ре. Они движутся, голоса, навстречу друг другу. Тем не менее, это противоположные параллелизмы, которые тоже запрещены. Также ля-ми, бас-сопрано. Бас-сопрано переходит в ре-ля. Ля-ми квинта, ре-ля чистая квинта. Это тоже все запрещено. И не стоит допускать такие нарушения голосоведения. Здесь вот тесное расположение. Параллельные кварты. Вроде бы все хорошо. Но опять же, вот здесь ми-си. Ля-ми. Противоположные чистые квинты. Ми-ми, октава, в ля-ля, октаву. Да еще и в тесном расположении, как мы выяснили, есть ложное перекрещивание. Соль, диэс, до, очень все хорошо. Но до оказывается выше, чем теноровый до, выше, чем альтовый си в предыдущем аккорде. Все, ложное перекрещивание. Ну а здесь еще один интересный пример. Это унисон, переходящий в чистую октаву. И естественно, это то же самое, как будто движение параллельными октавами. Ну и плюс здесь вот ми-си, опять же квинта, чистую квинту. Все это нам не подходит. Поэтому вот так много ограничений. Но эти ограничения можно будет на первых порах не учитывать. Они предоставлены здесь для того, чтобы ознакомиться и в будущем обнаруживать, например, чистые квинты, чистые октавы. Вот такие неправильные типы соединений с неправильным голосоведением уже в других темах. Это просто для ознакомления. Но на данном этапе, если вы меняете правильно расположение, выбираете правильное расположение для гармонизации сопрано, где происходит скачок торцовыми тонами, то соединение у вас, естественно, получится правильным. Без всяческих вот таких вот нарушений. Опять же, это все для ознакомления. А мы запоминаем, при скачке торцовыми тонами в сопрано и в теноре, расположение аккордов обязательно поменять с тесного на широкое, с широкого на тесное. В зависимости от направления скачка. И еще немного о голосоведении, но уже сейчас в гармоническом конкретно миноре. Давайте зачитаем. Здесь тоже теоретическая выкладка сформулированная. И я поясню, если что-то непонятно. В учебной практике запрещаются не только, а почти все параллелизмы совершенных консонансов, как мы выяснили, такие как унисоны, чистые квинты и октавы. Кварты разрешены абсолютно всегда. Квинты не всегда, но есть случаи, когда разрешаются. Октавы в 99% случаев запрещены. Только противоположные октавы можно будет делать в нашей учебной практике в заключительных каденциях. Итак, не только такие у нас есть ограничения. Параллелизмы, но, соответственно, противоположные. Интервалы унисоны, чистые квинты и октавы. Также запрещены ходы в отдельном любом голосе на увеличенные интервалы. На данном этапе работы увеличенная квинта может возникать при скачке терции и тоники в терцию доминанты, именно в гармоническом миноре. Так как мы берем седьмую повышенную ступень, если вы посчитаете расстояние от седьмой повышенной, то есть терции и доминанты до терции и тоники, вы увидите, что в одном направлении это уменьшенная кварта, а в другом направлении это увеличенная квинта. И вот ходы на увеличенные интервалы запрещены в нашей учебной практике. Мне очень нравится, как автор учебника гармонии Абызова в своей книге описывает, почему запрещены в нашем стиле ходы на увеличенные интервалы. Опять же, если вы играете много музыки, классической музыки, вы можете обнаружить, что особенно в инструментальной музыке есть ходы у авторов на увеличенные интервалы. И не такая уж это и редкость. Но почему именно в нашей учебной практике запрещаются такие ходы на увеличенные интервалы? Потому что мы изучаем стиль, который соответствует в основном стилю хоровой музыки периода классицизма. И тогда ход на увеличенный интервал был запрещен ввиду неудобности исполнения вокалистом. Потому что ход на увеличенный интервал требует дальнейшего направления движения в ту же сторону. То есть если вот здесь вот до соль диез, такой ход, это, конечно, красивый выразительный ход. В инструментальной музыке такое может чаще возникать. Но он требует увеличенный интервал дальнейшего направления, разрешения в том же самом направлении, как вы знаете прекрасно. То есть там увеличенный интервал разрешается вширь, а уменьшенный интервал, например, уменьшенная квинта, как вы все помните, разрешается внутрь, в терцию. А увеличенная кварта разрешается в сексту. Ну, из простого курса элементарной теории музыки. И вот здесь до диез, соль, естественно, соль диез, то есть до соль диез, соль диез будет тяготеть дальше в ноту ля, по идее, в ля миноре. И после хода на увеличенный интервал напрягаются голосовые связки вокалиста. И ему необходимо продолжать направление туда же, в ту же сторону, вверх, в данном случае, соль диез, ля. И это будет еще сильнее напрягать голосовые связки. А вот при ходе на уменьшенный интервал, который обладает, зачастую, той же самой выразительностью, разрешение происходит в обратном направлении. То есть вот, к примеру, здесь до, тенор поет до, соль диез, и, естественно, предположить, что мы идем дальше в ля, или опять вверх. То есть мы будем уравновешивать вот это напряжение, то есть расслаблять голосовые связки. Именно поэтому в нашем стиле, в нашей учебной практике запрещаются данные ходы. При этом, если вы встретите такое в инструментальной музыке, опять же, не воспринимайте это догматично. А вот там на уроке гармонии кто-то сказал, что вот ходы на увеличенные интервалы запрещены. А вот я нашел здесь у такого-то композитора ходы на увеличенные интервалы. Естественно, такое быть может. Но тут все зависит от стиля, для каких инструментов это было написано, для хора, не для хора и так далее. То есть мы изучаем... Более того, даже в хоровой музыке можно будет встретить набор допущений, которые композиторы себе позволяли, но делали это очень осознанно. А мы изучаем вот такую квинтэссенцию, кристаллизованную часть и свод правил, для того, чтобы научиться голосоведению, научиться стилю и потом этот стиль отличать от других. Надеюсь, мы исчерпали этот вопрос. Итак, мы не совершаем ходы в любом из голосов на увеличенный интервал. На данном этапе работы только при соединении Т и Д в гармоническом миноре такое может произойти. Ход на увеличенную квинту. Почему я привожу пример именно с сопрано, не только с тенором. Ведь мы занимаемся в основном гармонизацией сопрано. Но на всякий случай, вдруг кто-то из вас будет решать задачу на гармонизацию баса. Будьте внимательны, не совершайте там в сопрано ходы на увеличенную квинту. А выбирайте вариант с уменьшенной квартой. Будь то в теноре, будь то в сопрано. Будьте внимательны. Если вы учитесь голосоведению, решая задачи на гармонизацию баса, что тоже очень-очень полезно, интересно. Там огромное количество вариантов. Но общий курс гармонии подразумевает изучение сначала исключительно задач на гармонизацию сопрано. Итак, на данном этапе работы увеличенная квинта может возникать при скачке терции Т в терцию Д и наоборот. Авторы задач, лишь за редкими исключениями, допускают ходы на увеличенные интервалы в условии упражнения. А обучающемуся предстоит самостоятельно отслеживать возникающие ходы. Я здесь написал тенора, потому что если мы гармонизуем сопрано, а так в любом голосе на увеличенную квинту и не допускать их. А в будущем любые другие ходы на увеличенные интервалы в любом из голосов. Противовес увеличенным интервалам ходы голосов на уменьшенные интервалы не только не запрещены, но и являются ярким средством выразительности отдельных мелодических линий и гармонии в целом. И об этом еще чуть-чуть дальше поговорим. Думаю, в целом понятно, что такое скачки терциовыми тонами. Это конкретно переход терции одной гармонии в терцию другой гармонии в соединении кварта-квинтового соотношения. А теперь, каким образом мы будем реализовать скачки терциовыми тонами в теноре в контексте учебных задач. Так как в сопрано там все понятно. Мы читаем условия задачи, обнаруживаем последовательность из двух терцовых тонов разных аккордов и сразу делаем вывод, что это однозначно скачок терциовыми тонами и, соответственно, смена расположения обязательная и так далее. А вот что же делать с тенором? Потому что для тенора не очевидно исполнение вот такого скачка и не всегда это будет необходимо. Ну, давайте прочитаем опять формулировку, что условия учебной задачи может складываться таким образом, что осуществление скачка в определенном фрагменте не будет обязательным. Тем не менее, если скачок реализовать все-таки возможно, то данное средство необходимо иметь в виду и по необходимости его применить. Давайте анализировать примеры 6А и 6Б. В первом случае здесь преследуется цель исключительно плавного голосоведения, но при этом из-за того, что тоника соединилась с доминантой мелодически, мы ограничены в движении баса. И бас необходимо вести только вниз. А вот в этом случае абсолютно тот же, казалось бы, пример, но так как у нас появляется возможность все-таки сделать скачок торцовыми тонами в теноре, мы уже можем бас вести как нам удобно. То есть мы могли записать абсолютно такую же басовую линию, как в первом примере. При этом смотрите, насколько более пластичным является бас во втором примере. То есть мы можем его более свободно вести. В данном случае и вверх, и вниз. Вот эту вот доминанту мы могли вот так вот взять. Соответственно, SD уже придется вот здесь. То есть DSD вот в этих фрагментах можно было бас записать выше. И даже вот эту тонику, так как здесь широкое расположение, получается, можно тонику смело вот так брать, к примеру. О, кстати, справедливости ради, здесь тоже можно было тонику взять. Ну, насколько это хорошо будет звучать, тоже под вопросом. Ну, давайте вернем первом начале вариант, а потом послушаем, как будет звучать еще и с басом пожирнее, скажем так. Так. Да. Здесь, в этом случае, когда мы делаем скачок в тенере, не только мы можем более пластично обращаться с басовой линией, так как гармоническое соединение у нас получается при скачке торционными тонами, общий тон останется на месте. Да. Но также мы придаем большую выразительность в частности именно тенору. Здесь тенор. Вот здесь си-фа-ля-си-си-ля-си, а здесь си-ре-ля-си, то есть насколько более интересное движение тенора. Си-ре-ля-си. Ну, давайте послушаем. При первом прослушивании думаю, что разницы особой не будет, конечно же, потому что те же самые гармонии, те же самые функции и не сразу заметно. Но если обращать внимание на детали, а если это еще инструменталисты будут исполнять, и, допустим, заставить виолончель здесь мощно играть, да, скажем так, виолончель, выделить свою мелодическую линию, такое задание дать, то, естественно, мы будем слышать разницу. при этом, как вы понимаете, чисто с технической точки зрения, если в задаче будет необходимость, ну, представим себе, что у нас там была субдоминанта с тоникой соединения, к примеру, перед этой тоникой субдоминанта, и она в мелодическом соединении будет, да, и бас движется в определенном направлении, а нам нужно бас теперь в другом направлении двигать. Таким образом, к примеру. И при гармоническом соединении и с реализацией вот этого скачка торцовыми тонами мы можем бас двигать в другом направлении. Поэтому это может нас спасти в контексте задач. При этом давайте все-таки послушаем вот этот пример. Практически нет никакой разницы, ну, потому что здесь всего лишь один аккорд получается в тесном расположении, а дальше скачок торцовыми тонами и условия диктуют оставлять то же самое расположение. Вот если прислушиваться именно к этому голосу, мы, конечно, услышим разницу в этих двух вариантах. Ну, вот пускай остаются вот такие примеры. И напоследок посмотрим, когда же абсолютно необходимо сделать скачок торцовыми тонами тенри. если здесь условия не заставляли нас, в общем-то, можно было и так, и так гармонизовать, то вот где обязательный скачок необходим. Ну, например, вот в такой ситуации. вот здесь мы перемещаем ре мажор, во-первых, тональность, мы перемещаем тонику, третья ступень лада, дальше мы не можем брать на первую ступень лада здесь субдоминанту, потому что, во-первых, здесь большой скачок, а скачки мы не можем гармонизовать, кроме как скачки торцовыми тонами, вот сейчас будет новое условие, то есть, опять же, мы должны, решая задачу, обнаруживать скачки торцовыми тонами в мелодии, и там будет однозначно не перемещение аккорда, а обязательно смена гармоний со сменой расположения. Но здесь первая ступень лада и пятая, а значит, это перемещение одного какого-то аккорда, а не соединение разных гармоний. То есть, мы делаем вывод, что это тоническое трезвучие, которое после большого скачка оказывается в широком расположении. А теперь мы смотрим, что здесь сразу после ре-ля скачка следует соль-ре, большой скачок на квинту, который заставляет нас менять расположение при перемещении уже субдоминанты. И мы делаем вывод, что эта субдоминанта должна оказаться в тесном расположении. И даже если вы чисто технически решите сначала вот этот участок, понимая, что здесь у вас смена расположения при перемещении субдоминанты, вы именно так запишите субдоминанту с перемещением, здесь запишите тонику в тесном, тонику в широком, вы обнаружите, что сам по себе этот скачок торцовыми тонами в среднем голосе произойдет в тенере. Он сам по себе произойдет. Если вы правильно отдельные даже вот эти участки гармонизуете, отдельно этот, отдельно этот, у вас все равно все получится само по себе, но вы должны сознательно все-таки увидеть, что скачок торцовыми тонами произошел. Ну вот, пожалуй, все. Вот эта вся теория на сегодня. Как всегда, переходите по ссылкам в описании к этому видео, и я обязательно запишу, я заготовил две задачи. Пока что две задачи, то есть в будущем, конечно, я могу выкладывать еще задачи на определенную тему, потому что можно отыскивать еще какие-то нюансы для каждой темы, поэтому тема решения задачи, она в принципе неисчерпаема. Можно написать тысячи задач, отыскать какие-то интересные примеры у других авторов, написать что-то подобное и так далее. Так что постепенно будем вот так изучать предмет. Я надеюсь, что со временем на канале моих задач будет много, я буду отдельно выкладывать какие-то задачи для решения, если вам интересны мои примеры условий, будете пытаться решать вот эти задачи, а потом например где-нибудь мы их будем обсуждать либо в отдельных каких-то видео, я буду записывать как решалась та или иная предложенная задача, либо может быть когда-нибудь дорастем до стримов, пока аудитории мало, пока не так много подписчиков на канале, которые занимаются гармонией, причем регулярно, но гармония это конечно все очень, помимо того, что интересно, это полезно для профессиональных музыкантов особенно, это предмет который приносит огромную огромную пользу, ну что ж, на этом все, обязательно смотрите практические уроки, где конкретно на практике покажу, как решать новые задачи с новыми знаниями, как применять новые знания в новых условиях задач, со скачками торцовыми тоннами, всем успехов, до новых встреч, пока!